как сварить суп за 5-7 минут на готовом свином бульоне однажды я это запишу пока он варится я сейчас обозрю вам что я сегодня купила а вообще меня вчера пенек просила кое-что обозреть однажды когда-нибудь и вот сегодня я случайно увидела кое-что что сейчас обозрю часть из которого пойдет для того чтобы сделать конкретный такой обзор для пенька ну и не только для пенька для тех кто как бы чай пил первый раз или вообще никогда его не пил как-то так меня даже идея пришла я когда пришла уже домой в общем накатала на листочке даже вы узрите это если будете смотреть на кухне я планирую это записать и в какой-то веке в их хоть частично но увидеть эту кухню короче говоря как бы я ездила сдавать мышку которую вчера приобрела в dns с чеком поехала у меня и внезапно приняли на мое удивление вообще радость в принципе очень хорошая такая обслуживание там 12 месяцев гарантии было по чеку и на клаву так и осталось а потом на ради на клаву обозрю потому что клава мне очень понравилось короче мышка свен не советую эту мышку свен еще в своей этой владелка имени лёли в контактике рекламе во вот так вот эту мышку свен мышки свен как-то долго не живут одна мышка мне жила год и и сдохла другая мышка вообще полумерта было ну короче сдала я мышку мне сказали можете обменять игру можно совсем вернуть и мне в общем оформили возврат и сказали что через три дня максимум дня мне вернуться эти монетки малька стоила 250 руб я короче закончился мне вообще буши да буси да какой-либо вообще весь этот который мне влагодарил розовый тот который я покупала оригинал по моему повторяла уже оригинал ну и короче говоря как бы он там код шастает я тут игралась с разрешением камеры ну в общем я думаю что у меня сейчас не тормозит там принципе можно на девятнашке ставить дни родную не рекомендованную а свободную приблуду nvidia ну короче говоря в общем есть у меня одна знакомая которая все ждет подарка с неба хотя как бы и финансы позволяют этот подарок самой себе сделать я подумала что с одной стороны конечно можно допивать кофе в зернах но это очень сильно по настроению иногда очень хочется побыстрее кофе и времени мало да а кофе у меня иногда составляет одну вторую завтрака я его как бы я можно сказать с молоком да и короче говоря как бы можно допивать но иногда он действительно времени нет и надо побыстрее потому что в турке варить я варю так это специально специфически кому интересно то в инстаграме есть фотка этого кофе где алена которая с украины мне присылала вот скажем вот это от нее вроде камера все же не тормозит надеюсь не придется перезаписывать виду потому что мне сегодня я планирую как бы сделать если хотя бы не весь то частично клин и заняться немножко переводом вампира и меня еще человек придет играть на пианино как бы заниматься но как бы до хрена дел вообще короче говоря это все время не в обрез можно как бы сделать кофе в турке да там помолоть его так далее кстати свежемолотые зерна вообще даже если слегка просроченное у меня так случилось а это думаю ну я с людьми кофе и пивами кофе кофе едами скажем так советовались сказали что ничего страшного вдруг забыла что кофе у тебя в зернах есть он внезапно просрочился короче если свежемолотые зерна кофе даже если не слегка просроченный смолоть то от них очень вкусно пахнет конкретно кофе. В общем, кофемолка у меня есть бошевская, турка у меня есть мельхюровая, подаренная, ну, как, заработанная, можно сказать, от одного клиента, клиентки, и, как бы, кофе можно сварить. Но есть момент, что иногда хочется кофе все-таки побыстрее. Вот я подумала, что, в принципе, сначала глянула на Азоне, но там ждать надо, ставка. Помню, что в Афонике этот кофе бывает примерно по скидке чуть дешевле, чем 500 рупий. И, как бы, хоть на Азоне он сейчас идет 434 рупий. Но, как бы, доставка, то есть все ждать еще. А Афонике он был 460 рублей. Как бы, 24 рубля погода не делают, при этом за доставку платить не надо, сам приехал, сам купил. Ну, и, в общем, он мне очень понравился в свое время, а розовый что-то в этот раз меня как-то подразочаровал, и вообще у меня кофе как-то очень быстро ушел. Обычно мне его хватало на год или полгода этой банки, а тут чуть ли меньше, чем на месяц. Видимо, я его как-то усиленно ела, видимо, в организме не хватало чего-то такого. Ну, и я подумала, если чего-то очень хочется, и этого требует организм, то... А, ну, короче, если чего-то очень хочется, и есть возможность это приобрести, то это требует организм, почему бы и нет. И, чтобы не ждать маны небесной с неба, когда кто-нибудь догадается подарить мне какую-нибудь вариацию кофе Бусина, я решила купить его себе сама. В общем, я за то, что если чего-то хочется, и есть возможность, то не надо ждать, когда тебе кто-нибудь задарит бэушную помаду NYX. Да-да, купить себе этот, не помаду NYX, в моем случае, Кода Бусида, там, где его продают, и пользоваться им на здоровье. В общем, вот купила я Кода Бусида. Кофе Кода. А еще, да, я ходила с Викиной, ей сумочка очень удобная, красивая, моей тете, она тоже понравилась, она меня вчера видела, говорит, о, у тебя новая сумочка, где взяла его, задарил подписчица. Короче, я давно, давно не видела этот Конфуций, тут даже такой примерно я вроде покупала, Конфуций, подарочный набор, китайский чай инь. Вообще, там было несколько Конфуциев, не знаю, может у меня камера тормозит от того, что я тут играла сейчас с настройкой моей, может нет, фиг знает, ну, короче, вот, лапа у меня слегка дрожит, и вот этот вот набор, он 135 рупий стоит, кстати, знаете, вот я лет 5, наверное, назад его покупала, он даже дешевле стоит, чем когда-то я его брала, вот такой. Тут у нас три хризантемы, то, что потом будет в главной роли следующего обзора, который я сегодня планирую снять, но планирую снять попозже, потому что я хочу есть, и хочу немножко в перевод, чтобы как-то сделал дело, гуляй смело, там. Потом, тут у нас Пуэр 7 звезд, и вот то, что в принципе есть в отдельных упаковочках, больше, меньше формата, ну, не меньше, чем здесь, отдельного Конфуция, и специал Лонг Лив, вот это я не помню, пробовала я его или нет, это уникальный яркий аромат зеленого чая китайской провинции Юнань, пробовала когда-то, но не помню, что, но если что, могу потом как-нибудь вам обозреть, особенно если зайдет тот видос, который я планирую сегодня заснять, ну и Сокровище Императора, редкий элитный сорт чая, на самом, самом чайном, в самой чайной провинции Китая Юнань изготавливают черный чай, короче, юнаньский чай, я подозреваю, сто лет уже не пила этот юнаньский чай, который просто тупо черный, ну и тут способы приготовления, короче, в общем, как бы хороший такой набор, можно кому-нибудь задарить, допустим, мне, можно кому-нибудь задарить просто, вот идете, позвали вас на день рождения, там, кости, еще чего-то, а у вас тупо нету подарка, как считает моя подружка Машка, библиотекарша, оптимальный вариант, вообще, чай лучше подарок, если не знаешь, что задарить, то задари чай, короче, вот вызвали вас куда-нибудь, сказали, вот сейчас вы сидите, допустим, на работе или еще где-то, и вам говорят, Лёля, там, ну, допустим, Маша, Таня, Ваня, Боря, короче, вот, зову тебя в гости, там, вот, пошли, там, не знаю, на свидание, еще куда-то, там, на ДРЛ, еще куда-нибудь, и вы не знаете, вот, как бы, что такое презентовать туда, куда вас позвали, а как бы принято ходить в гости с чем-то, то бежите, меня, по-моему, хоть что-то хочет скоммунизить, по-моему, у меня там мясо на тарелочке осталось вино, и он заглую крышечку, судя по звуку, снял, и не будет мне треть кулака мяса, ну, да ладно, короче говоря, дописываю я этот обзор, по-быстрому, оптимальный вариант, у меня тут бликует, скорее всего, цвета, в общем, вот, поближе не могу поставить, потому что бликует, вот такой вот набор, оптимальный вариант для подарка, в общем, всем спасибо за просмотр, пошла я отвоевывать свой суп от кота, пока!